Если сравнить со всей Россией, то уровень пьющих людей в нашей Ростовской области и в нашем районе немножко ниже, чем в России вообще. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас день трезвости не одним днём проходил, а как бы остался бы у нас подольше, чтобы у нас было больше людей со светлыми мозгами, которые не будут пить так, чтобы потом появилась зависимость, от которой они не могли бы избавиться. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый человек, который видит, что рядом какой-то его близкий, сосед или сын, или супруг, начинает чаще и чаще прикладываться к спиртному. Может быть, из-за какой-то проблемы, может быть, от безделья, может быть, из-за того, что окружение у него так относится к проведению свободного времени. Ну, нужно вовремя смотреть и разговаривать с этими людьми, и создавать условия, чтобы они были заняты, может быть, чем-то, или улучшили свое какое-то положение в обществе, чем-то увлеклись другим. Как можно раньше нужно молодых, особенно людей, остановить это употребление, чтобы оно не перешло во злоупотребление. Потому что, ну, я действительно имею опыт работы, и вот каждый думает, что да, я вот весело, все хорошо, это кто-то там превратится в зависимого, там станет таким дезадаптированным и прочее, прочее. А со мной ничего не случится. Ну, к сожалению, алкоголь – это такое коварное вещество, которое под маской коммуникации, улучшение коммуникации, там, как бы ухода от каких-то проблем или повышение настроения, коварный очень этот агент алкоголь, он все равно приводит к одному и тому же, приводит к зависимости и к деградации. Ну, мы сегодня еще обязательно поговорим о том, вообще, что такое зависимость, почему она приходит, но, тем не менее, вы сказали, что очень хотелось бы побольше, так скажем, днем трезвости для того, чтобы было меньше людей зависимых. Но вот мне кажется, что в этом году достаточно большой прорыв в этой области, впервые в России, 1 июня, 1 сентября, еще несколько дней были действительно днем трезвости. А как вы считаете, это благотворно влияет на наше население, или все-таки население злится, потому что приходит в привычный магазин, и ему там не продают алкоголь? Вот действительно, у меня даже друзья жаловались, которые приходили как-то ко мне на работу, и говорят, ты представляешь, я пришел в магазин, а мне сказали, я сегодня не могу купить человека, я вижу его, ну не то чтобы злость, но тем не менее какое-то недовольство. Ну вот скажите, Максим, вот вы не психиатр, ну давайте будем рассуждать. Ну пришел человек за хлебом, за молоком, за товарами для детей, ему не дали, он разозлился. Мы говорим, нормальная реакция, да? А тут приходит молодой человек, полностью всем обеспечен, ему не дали алкоголя, психотропного вещества, и он разозлился. А не кажется ли вам, что это уже первая стадия зависимости? Ну как вот, я злюсь, что мне не дали выпить, ну значит я завишу от этого вещества. Поэтому я и говорю, что зависимость развивается и с подваль, и очень быстро. Зависимости бывают разные, бывает зависимость от алкоголя, от наркотиков, от игр, ну от наркотиков они развиваются очень быстро, а от игр и алкоголя подольше, ну никуда не денешься. Если периодически, если есть сценарий, человек периодически выпивает, 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 или играет, 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 растет и появляется зависимость. А потом только лечение. Злится человек, значит, эмоциональная зависимость. Все-таки алкогольная зависимость, это больше физическая зависимость или моральная? Это неотъемлемые части. Сам алкоголизм развивается поэтапно. Вот первая стадия, это психическая зависимость, то есть вот он не выпил, а только разозлился, то есть задействована его психика, эмоциональные неудобства у него. А дальше он будет пить, еще несколько лет пройдет, и отсутствие алкоголя, если он захотел выпить, перейдет уже в физическую зависимость. То есть у него начнется абстинентный синдром. Нет сегодня алкоголя, не дали ему, у него начинаются неприятные соматические ощущения, он себя плохо чувствует, ему нужно физически, он чувствует дискомфорт, это уже физическая зависимость, это вторая стадия. Да, вообще, почему россияне пьют? Ну что, можно, конечно, найти массу причин. Материальные бытовые трудности, конфликты в семье, неудовлетворенность даже политической ситуации в стране, ну, реклама, естественно, спиртных напитков, неуверенность в себе и прочее. Ну, а если вспомнить тот момент в жизни, так скажем, в истории нашего российского общества, были же моменты, когда государство боролось с пьянством, пьянством боя, эти плакаты, я помню, чуть ли не сухой закон. Сухой. Ну, было время и сухой закон, но я его еще уже не застал. Да, его. Я не понимаю, как это сухой закон, что не было вообще, производители алкоголя официальных, не было заводов или как, почему его не продавали? Вот просто государство в один прекрасный момент сказало, все, сегодня, мышнего дня, мы не пьем, и все. Нет, это вот как раз-таки правильный был подход. Если бы не было тех перегибов, ну, о которых люди взрослого поколения помнят, что тогда вырубили прекрасные виноградники, линии, которые разливали там слабоалкогольные напитки хорошего качества, или даже соки поуничтожали, вот это вот было зря. А вот та агитация, которая, пропаганда, разъяснение, какой вред приносит алкоголь, сочеталась с какими-то запретами. Алкоголь, во-первых, продавали в небольших количествах в одни руки, алкоголь продавали в определенные часы, не то чтобы совсем. Алкоголь был только государственный, соответствовал ГОСТу, и мы тогда очень мало видели белых горячек, потому что это был не яд, а все-таки чистый алкоголь, более-менее, хотя в любой водке, даже ГОСТовской, есть сивушные масла, но там их было минимальное количество. Не то, что сейчас люди потребляют неизвестно кем произведенными. Я считаю, что тогда не только, это мое впечатление, просто это я видела по своим больным, тогда так называемым были ЛТП, их осмеяли, закрыли, ну, просто человек, если он пил, пролечился в ЛТП и продолжал пить ему об этом, как бы все знали об этом, что он продолжает, а тот, который поехал и там год не пил, и увидел, какой мир вокруг него, вспомнил, что у него есть дети, понял, что у него золотые руки, он может где-то их приложить, и приезжал оттуда чуть ли не в галстуке, прилично выглядел, мы их даже не узнавали некоторых. Они и распространялись, что они вылечились, ну, неудобно им было. Поэтому как-то это прошло незаметно, а таких больных было много, которым просто создали условия, и он переставал там пить, еще ему помогали врачи, а потом он возвращался, а тут кругом борьба, и он как бы среди своих получался, оказывался, не так, как сейчас приезжает из наркологического диспансера, а тут кругом все пьют, и все наливают, и угощают, общение без алкоголя, и все никто не представляет. Ему трудно, он опять срывается, понимаете? Да, но мы еще поговорим о медикаментозном лечении алкоголя, а теперь все-таки, отец Игорь, давайте вспомним вместе с вами, откуда пошелся Российский День Трезвости. В далеком 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый Российский День Трезвости. Дата была выбрана не случайно, в этот день православные христиане отмечают день главы святого пророка Иоанна Предтечи, время которого следует соблюдать строгий пост. Отец Игорь, скажите, пожалуйста, вот почему именно Церковь, не государство, а именно Церковь первая, так скажем, придумала и выделила День Трезвости, на ваш взгляд, почему так произошло, уже как сто лет назад? Наверное, все-таки потому, что одна из главных функций Церкви это забота о душе человеческой. Иначе какой смысл существования Церкви, да, как института именно отвлечемся от таинств церковных, а вот как института социального, Церковь теряет функцию. Соответственно, Церковь, как бы заботясь о душе человека, вот старается выйти за пределы храма, соответственно. И когда есть возможность взаимодействовать с государством и дают возможность приходить в какие-то общественные организации, в школы, в институты, общаться и нести соответствующее слово, то Церковь никогда этим не гнушается и выходит с некоторыми инициативами. Вот так было и сто лет назад, и, между прочим, первое общество трезвости создал священник в Кронштадте, Иоанн Кронштадтский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, и очень большое количество людей было исцеленных от этого недуга. Когда он приехал, он вспоминает в своих дневниках, что говорит, вот приехал я, молодой священник, в Кронштадт. Можете себе представить, да, начало 20 века Кронштадт, это пьющие рабочие, которые там, грузчики портовые, это, естественно, такой контингент пьющие и уже до определенной степени прошедшие этапы деградации. И вот к таким людям он пришел и попытался донести слово где-то, словом где-то, делом помогал. И в конечном итоге организовалось целое общество трезвости из вот этих пьющих работников порта, которая на всю Россию, матушку, прозвучала. Отец Игорь, а на ваш взгляд, можно не медикаментозно вылечиться от этого недуга, просто поверив в то, что не нужно это делать и при помощи православия и правильного слова, так скажем? Ну, я думаю, то, что в любом случае первое, уже было сказано, что первое – это психологическая зависимость. В любом случае, начало, оно должно быть с души. Если человек не захочет, то очень много, мне кажется, примеров есть тому, как насильно лечат и наркоманов, и алкоголиков, а к чему это приводит. Они возвращаются обратно и становятся теми же самими людьми. А когда это исходит изнутри, из человека, тогда это действительно несет плоды. У меня нашли в студии бутылку пустую из-под мартини роз, но это давнишняя история, там было налито домашнее вино, чуточку посмеемся. Вот, Отец Игорь, вы обратили внимание действительно на психологическую зависимость в первую очередь. Ольга Константиновна, тогда вопрос к вам, соответственно. Вы, как человек, который занимается больными, и вообще можете помочь человеку, который к вам приходит, вообще какие вот меры проводятся сейчас по борьбе с людьми, и не страдающим этим недугом? Ну, во-первых, мы ни с кем не боремся. А жаль. Мы стараемся быть, бороться должно общество. Ну да. Мы стараемся быть привлекательными для своих пациентов. Мы к ним относимся с большим уважением, с чувством эмпатии, сочувствуем им. Потому что наше заболевание психиатрическое, и, понятно, человек может даже во второй, в третьей стадии и психозы переживать, и очень много горя принести. Но, тем не менее, мы выводим его из этого состояния, и так же, как к любому другому человеку продолжаем к нему относиться. Поэтому очень бы хотелось лечить людей, которые бы приходили к нам пораньше. Пораньше, в первой стадии, когда, вот правильно, когда человек пришел бы мотивированным, например, вот он решил бы не пить, но он бы пришел, все бы прекрасно. Мы сотрудничали бы, лечились. И вы спрашивали, можно ли без медикаментозного лечения? Можно. Можно, если человек решил, мы как бы медикаментозно помогаем отойти от последствий этих разрушительных для организма. Мы помогаем подняться, мы помогаем восстановить то, что в мозге было разрушено. Мы помогаем, как бы, такие препараты есть, которые в лечении снижают. Но все равно, вот я думаю, что, конечно, с церковью, с каким-то наставником духовным, это, конечно, бы проходило все больше. Если человек искренне верит. Потому что сейчас я вот смотрю, очень много такой моды. Мама с папой говорят, тащат в церковь. И он пошел, да. И они этим же и дискредитируют, как бы, этот вариант. Вот если человек искренне верит, и сам пошел, и он тогда слушает своего наставника, он ему верит, и тогда в мозге происходит переключение. Он понимает, что каждое слово, которое ему скажут там, он будет ему просто следовать. Он просто будет верить, понимать, следовать и не нарушать. А когда это идут вот так, вот пойдем сегодня, там, приобщимся вроде бы. Сходим, в общем, да. Понимаете, вот мне кажется, еще родители или близкие люди, когда принимают такое активное участие уже в запущенных случаях, они говорят, фу, я с ним бьюсь, я стараюсь. Они решают свои проблемы. Вот я его повела туда, я его повела туда. Я накупила на последние деньги ему лекарств. Она решила свои проблемы. Она перед собой, перед близкими, перед обществом. Ну, в хорошем свете, да. Она вот так. А этот больной, он как остался в позиции, он всеми манипулирует, но вроде как ни в чем не принимает участие. Он так и остался без собственного решения. Он не решил бросить. И не говорю там, не решил лечиться. Он не решил бросить это все. Он сейчас, сейчас я их всех тут, вот это они сказали, надо лечиться, иначе мы тут с тобой. Он сейчас самортизирует, начнет лечиться. А на подсознание, если делать психологические тесты, в которых, ну, под разными цветами завуалировать истинное решение это, или это временное, и там очень хороший есть тест, скоррелировать с близкими, например, с теми, которые борются с его алкоголизмом, и те, которые ждут, когда он пролечится и придет опять выпить, его друзья. И определенным цветом их замаскировать, и его решение. И потом видишь, что самый близкий ему цвет не мамы, которая с ним бьется, не то, под каким мама проходила, а именно те друзья, которые его ждут, близкий ему цвет. То есть он с мамой тут да-да-да, а сам думает, что он вот пройдет это время, все равно он с друзьями еще встретится, и все будет продолжаться. И опять повторяю о том, что нужно лечить сложно. Это человек, который уже нуждается в лечении, это все равно на всю жизнь больной зависимостью. Мы говорим, что 5 лет мы наблюдаем человека, он там не пьет, мы как-то его реабилитируем, восстанавливаем, поддерживающие лечение, мозг его поддерживаем специальными препаратами, и через 5 лет, если не было ни одного срыва, снимаем с учета, как будто бы все хорошо. Но для нас этот человек просто не пьющий. Алкоголикам или наркоманам он все равно остается. Потому что зависимость никогда не лечится до конца. Потому это заболевание такое коварное. Если человеку, который 10 лет не пил, и не дотрагивался до алкоголя, в практике был случай, когда человек поехал в отпуск, 19 лет не пил, поехал в отпуск в Среднюю Азию, его там жарко, жажда, угостили арбузом, и он с жадностью его съел, он был нашпигован коньяком. Попал алкоголь в организм, даже без его ведома, там компьютер сработал, алкоголь пришел, через 2 недели, тяга та же, что была 19 лет назад. То есть все это содержится. Количественный контроль исчезает 1 раз на всю жизнь. Вот у здоровых людей есть количественный контроль, он там где-то выпил чего-то там, и говорит, все, достаточно, я пошел, поехал. Наши больные на определенном этапе не теряют количественный контроль, потому они такие и всем видны и наглядны. И он никогда не восстанавливается. Количественный контроль, да. Вообще, что такое количественный контроль? Я вот действительно знаю многих людей, которые могут встать вовремя и сказать, все, мне достаточно остановиться и пойти. Я понимаю, как это, в общем-то, но как это именно в организме действует. И знаю точно, что это такие же люди, которые нормальные люди, ну как, я не могу назвать их алкоголинами, потому что они социальные нормальные люди, они занимают достаточно хорошее место в нашем социуме, у них есть семьи, но тем не менее, если он начинает выпивать, он не знает этого контроля почему-то. Ему уже даже близкие окружающие знают, что он не знает меры, говорят, остановись. Он, да нет, 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 все, типа. И вот он сам это понимает на следующий день, но почему-то не может остановиться. Может, я не знаю, ему какой-то микрочип надо вживить, но я образно говорю так, ну, может быть, словесный какой-то для того, чтобы человек знал норму. Очень плохой прогностический признак. Вот вы говорите, социально адаптирован, а в этот день он социально, получается, дезадаптирован? Нет, да, вот после того, как он качественный контроль теряет, он становится... Он напивается, да? Вот он уже теряет свое социальное лицо. Абсолютно теряет. Это первый шаг. То есть у него определенное будущее, если он не задумывается. Я понял. Очень понравилась мне ваша фраза. Мы не должны бороться с алкоголиками, должно бороться общество. Ну, поскольку мы есть общество, получается, нам нужно бороться с самими собой. Да, с теми вашими представителями, которые не соблюдают общепринятые нормы, скажем так. По-моему, это самое сложное, бороться с самим собой. А вот, отец Игорь, в настоящее время в храмах проводятся акции постав свечу об исцелении страдающих недугом пьянства, а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитву к иконе «Неупиваемая чаша». А вот вчера у нас был день трезвости. Как он прошел у нас, так скажем, в храме? Были ли какие-то там, так скажем, мероприятия, связанные с этим? Вчера мы совершили, как это и полагается, вот по церковному уставу в этот день, совершили литургии. А по окончании литургии совершили особый чин молебна, молебного пения, в котором мы молились о всех людях, страждущих этим недугом пьянства. Ну, мне, если честно, немножко режет ухо вот эта вот акция поставить свечку и получить исцеление, потому что, ну, это так, чушь. Ну, как-то на самом деле. В любом случае, уже вот неоднократно мы сегодня говорим, да, что это должно быть внутреннее решение человека. И это должно быть соответствующее отношение к Богу. Господь вот дал единственную такую возможность человеку свободную, свободную волю, которую он даже сам себя ограничил. Он не может нас лишить этой воли. И если человек свободно не решит обратиться к Богу, и действительно от сердца, от души, то там хоть сто тысяч свечек поставь, а толку не будет. именно изменение своего сознания, своей души. Вот это как раз к вопросу, как общество бороться с самим собой. Надо начать каждый за себя. Вот есть у святых отцов, очень интересно, у Серафима Саровского, он спасай себя, говорит, и вокруг тебя спасутся тысячи. А у нас, как правило, бывает, что мы видим всех вокруг себя, но только не себя. Одна из моих любимых фраз «Хочешь исправить мир, исправь себя сам в первую очередь». Оважаемые слушатели, мы вернемся к вам буквально через несколько минут. Все вопросы вы можете писать, задавать нам на наш короткий день номер 5522, не забывайте в начале словами УЗ, или звоните нам на номер прямого эфира 8938-104-1010. Сегодня мы говорим о том, как правильно нужно отмечать День Трезвости. Этот город застрял во вранье, как челюскин во льдах, погрузившийся в ад и частично восставший из ада. Наше общее детство прошло на одних букварях, Оттого никому ничего объяснять и не надо. Что же мы все кричим не в попад и молчим не про то? И все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть, что поведать друг другу. Место, где свет было так близко, Что можно коснуться рукой, но кто я такой, Чтоб оборвать фрустальную нить и сохранить. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Стрелки все по нулям, и ни больше, ни меньше. Мы почти научились смеяться, но как не верти. Что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин. Хочешь, я расскажу тебе сказку про злую метель, Про тропический сног, про полярную вьюгу. Вы не поняли, мисс, я совсем не прошусь к вам в постель. Мне вот только казалось, нам есть, что поведать друг другу. Место, где свет было так близко, Что можно коснуться рукой, но кто я такой, Чтоб оборвать фрустальную нить и сохранить. Прошло столько лет, и нас больше нет. Мне никто не указ, да и сам я себе не указ. Доверяю лишь левой руке, маршруты рисую. Ну а тот, кто указ, он не больно-то помнит про нас. Да и мы поминаем его в беде или в суре. Что казалось бы проще, вот бог, вот порог. Что же снова ты смотришь в пустынное небо с испугом? Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертов. Мне вот только казалось, нам есть, что поведать друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О прошедшем дне трезвости, который был у нас вчера, еще раз скажу. В гостях у нас Ольга Константиновна Мукиенко, это психиатр-нарколог Игорь Миляев, благочинный Матвеев Гурганского округа. Ольга Константиновна, ну такой вопрос, мы вот сегодня говорим о том, что же делать с пьющим населением, нам нужно бороться с самим собой, обществу нужно бороться с алкоголизмом. А куда же девать старые добрые традиции? Праздники, дня рождения, Новый год, который у нас с 1 по 10. Знаете, как говорится, у нас 1, 2, 3, 4 января и компот. Вот, компоты нужно шире использовать в эти праздники. Но тем не менее, смех смехом, а как вот с этим делать? Вы вот рассказали мне сейчас забавную историю по поводу того, что в детском садике детишки отмечают праздник точно так же, как и взрослые, с тостами и со всем. Ну, знаете, положу руку на сердце, у нас отдельно детский стол от взрослых в семье, когда мы отмечаем какой-то праздник. Но тем не менее, я вспомнил детские дни рождения. Что такое детский день рождения? Ребенку годик 2, 3, 7. Чем все это заканчивается? Что отмечают взрослые, эх-эх-эх, как хорошо этот годик. А вот детского праздника, собственно говоря, нет. Вы правильно начали о традициях. У нас традиции уже стали такими, что... Я вот не помню, чтобы годик ребенку отмечали, вот в мою молодость. Любой повод превращается в употребление спиртных напитков. Вот это вот и грустно. Люди разучились, не умеют проводить время, общаться друг с другом без алкоголя. Если зашел товарищ, зашел сосед, зашел друг, сразу взвинят стаканы. Хочет он или не хочет. Ну так вот, как бы, а как же, по-человечески, надо же с бутылкой. Ну почему? Почему нельзя жить на свете, как бы, не рискуя стать вот таким асоциальным существом? Почему только и слышно, что там порезали, там застрелили, там и все в алкогольном опьянении, в быту, дома, на глазах у детей. Вот в детском саду уже говорите. Я рада, что у вас так принято в семье, у вас хорошие традиции, дети отдельно бывают на празднике. А чаще всего все это на глазах у детей делается. А дети, они познают мир. Вот они увидели, что там дверь надо вот так закрывать, воду надо вот так закрывать. А за столом надо пить, надо чокаться, потом надо драться, потом надо разбираться, потом надо кому-то угрожать, потом пойдем, выйдем, поговорим. Они тихенько из своего там угла, за этим всем наблюдают, и это будущий их стиль жизни, понимаете? Вот же что обидно, как это все искоренить. Это вопросы многолетние, извечные. Но хотелось бы сегодняшней передаче просто достучаться вот как бы до всех. Ну, может быть, немножко люди взвесят, подумают и решат для себя, что, может быть, пореже это все делать. Вот, подальше от детей, не такими тяжелыми алкогольными напитками. Сейчас, слава Богу, есть вина, которые достаточно прилично выглядят, и не там, не сего, а хорошие есть вина. Зачем обязательно крепкие напитки в таких больших количествах? Это все не обязательно. Нужно об этом задуматься, подумать, и, может быть, просто поберечь себя, свою семью, свое будущее. Потому что вот такие уже слова бороться с нами, со всеми, все сидит у нас внутри, каждый для себя определяет, какой я, какая моя семья и какого я в этом обществе. Чтобы, во-первых, себя уважать. Уважай себя, тебя будут уважать другие. Ну, если человек пьяный делает такие вещи и регулярно, кто его уже уважает? Ну, к сожалению, не задумываются, сами себе быстренько прощают. А надо быть более критичным к себе, и тогда, может быть, что-то выстроится. Это очень сложно, быть критичным самому себе, особенно смотря на то, что вокруг нас отец Игорь. Вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, церковь разрешает употребление вина, даже в период постов, по воскресеньям какие-то есть дни, которые можно выпить вина. Вот, ну, есть какая-то мера, так скажем, вот этого выпивания разрешенного? Мера. Мера должна быть во всем. Ну, как бы чисто уставная мера, там есть некоторые ограничения. Но они ни о чем нам не скажут, тем более, что уставная мера, она так сейчас несоотносима с нашим современным обществом. Никому не интересна, да. Ну, а вообще, мне кажется, здесь вопрос в том, что мы просто потеряли чувство радости без алкоголя. Вот общество потеряло. Почему? А здесь уже, наверное, все-таки больше к медикам вопрос, потому что это, насколько я знаю, алкоголь, он, чем проявляется зависимость, да, в том, что вырабатывается гормон этот радости, а алкоголь начинает его замещать. Я правильно понимаю? Это независимость, да. Алкоголь начинает замещать этот гормон радости, и, соответственно, мы не представляем себе вопрос о том, что, почему дети не могли поиграться, потому что они не представляют себе другого образа жизни. Мне кажется, здесь выход в том, что стиль жизни просто вот нам всем надо поменять. Через занятия спортом, да, вот сейчас, которое, слава Богу, стало государством пропагандироваться, через пропаганду здорового образа жизни, через, в конце концов, патриотическое воспитание, духовное воспитание. Вот, кстати, мы собираемся с воинами, нашими афганцами, воинами, да, с Афганистана, на базе храма военно-патриотический клуб открывать. Вот тоже как форма, допустим, отвлечения людей, переориентация. Вот, мне кажется, вот в этом все-таки. В этом, да, главная мораль и цель. Я вот что-то вспомнил о детях, которые сейчас не могут даже поиграть в какие-то, так скажем, настольные игры и не умеют общаться вживую. Ну, как умеют, конечно, но все равно мы сравниваем со своих лет уже, говорим, что не умеют. Ну, действительно, скорее всего, не знаю, столько игр на улице, сколько знали мы. Но я вспомнил о том, что сейчас в каждом телефоне, айфоне, в гаджете есть всякие там мишки тамагочи, как у нас были еще маленькие тамагочи. Но, слава богу, в этих тамагочи они уже все там делают. И в туалет ходят, и плакают, и надо покормить, но еще, по крайней мере, не наливают. Это радость. Так, Ольга Константиновна, ну что ж, вопрос к вам. Вообще, последние 10 лет Россия стала одним из лидеров, к сожалению, по количеству употребления алкоголя на душу. Ну, цифры не буду, но, тем не менее, данные Мездрава России гласят, что в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано, ну, около 2,5 миллионов алкоголиков. Ну, это приблизительно в каждые 100 тысяч человек около 2,5 тысяч алкоголиков. Но, насколько я понимаю, что это просто статистика. А ведь сколько людей, которые не учтены в этом, не стоят на учете. Ольга Константиновна, скажите, пожалуйста, вообще, как вот, так скажем, вы, ну, не хочется говорить вы, вы как часть общества, не то, что боретесь, но делаете акцент людям на то, что не нужно употреблять. Вы как-то делаете какие-то рейды, есть какие-то профработы, есть какая-то там агитация. Вот как происходит ваша работа? Ну, поскольку все начинается с детства, самый большой акцент мы, конечно, делаем на работу со школьниками. Я считаю, что вот те лекции, которые мы стараемся, лекции общения с детьми, мы начинаем, ну, где-то классы там, можно было бы и пораньше, ну, с 7-го, там, 8-го класса. Мы стараемся, вот я весной ездила по деревням, по нашим таким большим школам, которые не в Кургане, в Курганских школах, понятно, почаще туда ездим. Дети, кстати, с удовольствием слушают, мне нравится с ними общаться. Ну, я, конечно, стараюсь не афишировать, что я вот именно там пьянством и наркотиками занимаюсь, а как-то призываю их к здоровому образу жизни. С удовольствием слушают, и о курении мы с ними говорим, и об этой волне пива, которая нас захлестнула, мы говорим о том, что это вред развивающемуся организму. Ну, вы показываете страшные какие-нибудь слайды, или вот я вам помню, нам тоже были. Показывали раньше, да, сейчас как-то. А почему вот сейчас нету? Мне кажется, это пугает. Да. Ну, не хотелось бы, чтобы человек боялся, хотелось бы, чтобы он осознавал на страхе все-таки, потом он станет взрослым, он уже себя не боялся. Да вот мы постоянно переходим к нашему поколению быть более лояльным, мы более за них переживаем, более... Хорошо, мы учтем вашу... Мне кажется, эта лояльность, она наоборот губит, в первую очередь, вот, наше молодое поколение. Показываем. Ну, это когда вот о наркотиках-то, да, мы показываем, потому что, конечно, эти несчастные люди, они и выглядят ужасно. Показываем эти последствия. Ну, потом я являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних. Мы занимаемся вместе с этой комиссией семьями, дезадаптированными там, где родители и, к сожалению, не только папы, но и мамы злоупотребляют алкоголем. Мы эти дети порой зимой замерзают и не получают ни ухода, ни питания, ни какого там, тем более, духовного развития. Ездим мы и по вечерам в эти семьи, контролируем, чтобы хоть как-то, как-то они исполняли свои обязанности. Но там, где уже люди из-за своей болезни абсолютно теряют уже человеческий облик, подаем документы в суд о лишении родительских прав. Это все, конечно, очень грустно, но тут статистика, кстати, тоже как бы имеет тенденцию не совсем благоприятную. Хотя есть у нас такие семьи, которые все-таки слышат нас, начинают после лечения, начинают делать ремонт и как-то заботиться обихаживать своих детей. Отвлекаться, так скажем. Потому что, да, ну, нельзя сказать, что это уже совсем так все есть. Люди, которые начинают помогать, понимать, потому что вот все-таки им говорили, говорили. Вот, с молодежным комитетом, конечно, акции различные. Ну, вы, наверное, больше меня даже знаете. Мы стараемся тоже там как бы свою тему всегда прослеживать. Вот. Ну, опять же, мне хочется опять сказать о том, что, к сожалению, ну вот если говорить о современном лечении больных зависимостей, здесь превалирует не столько лечение медикаментозное, сколько изменение порядка общения в семье. Если психологические роли раздать, то есть такая психологическая роль ребенка. Вот мы с вами общаемся сейчас в позиции взрослых-взрослых. Мы говорим о чем-то. Есть позиция родителей. Это люди, которые говорят, вот опять они пошли на танцы, вот они пропустили школу. Это родители. Это каждый из нас состоит из трех психологических составных. А есть позиция ребенка, который там вот сбежал с уроков, который ни за что не отвечает, бросил там или не выучил. Вот, к сожалению, когда мы в процессе своей жизнедеятельности меняем эти роли и ими хорошо управляем, ну как бы вот и хорошо все у нас получается. Наши больные чаще всего, будучи взрослыми людьми, остаются в позиции ребенка. И вот в процессе лечения даже бывает лечат, хорошие психотерапевты лечат так, что не приходят, он не хочет лечиться, он не приходит к врачу. Занимаются со согласившейся семьей. И когда всю семью там первые недели и месяцы они отказываются, говорят, о чем вы говорите, какая ерунда. А потом они начинают понимать, что если все они изменят свою роль по отношению к своему близкому больному, и они выведут его, то есть они не будут ему мыть обувь, стирать брюки, решать, что там он будет есть, предоставят ему решать проблемы, которые касаются его, то он как бы, перейдя хотя бы немножко во взрослую позицию, тогда у него есть надежда задуматься об этом. Вот часто говоришь, вот скажите ему, мы тебя любим, очень любим, мы не хотим вообще, чтобы тебя терять, но пока ты трезвый. Если ты выпиваешь, мы меняем замки, ставим решетки на окна, ты здесь не живешь. Они говорят, как же так? А он же там где-то погибнет. А я говорю, а если вот он сопьется и погибнет еще раньше? Ну, трудно это кому-то так вот быстренько в трех словах рассказать, это длинная история. Мне кажется, это наоборот самое легкое. Вот это вы так хорошо понимаете. Вот до микрофона, о чем мы говорили с вами, помните, о своем знакомом, вот именно так я с ними общался, вот и он реально понимал это, да. И если вот он срывался, я сразу уходил и все. Если семья понимает, что его надо во взрослую позицию тянуть и не избавлять его, вот пошли, там купили опять его, опять его там повезли, закодировали, что-то там ему сделали. В общем, маленькая ляля носится с ним, непонятно зачем. Он будет до 50, до 60 лет ляля, пока будет кого-либо на руках, а потом будет валяться в каналах. Ну да, пока не закончится соска. Надо переводить во взрослую позицию, чтобы он сам рассуждал, думал и отвечал за себя. Это главная задача. Так, Ольга Константиновна, в общем, от чего зависимость происходит, мы разобрались. А что же такое алкогольное опьянение? Алкогольное опьянение? И от чего оно наступает? Я когда узнал об этом, честно говоря... А что вы узнали, поделитесь. Ну, когда отмирают клетки головного мозга, от чего мозг затуманивается и наступает состояние алкогольного опьянения. Ну, это, скажем, очень так схематично и грубо. Схематично было, по-моему, так действует. То есть одно сопутствует другому. То есть опьянение начинается из-за того, что, как уже, как я сказал, вырабатываются гормоны радости, раздражается центр удовольствия и появляется эйфория. Но параллельно, поскольку алкоголь обладает токсическим свойством, отмирают клетки мозга. Но опьянение не от того, что они отмирают, а от того, что наступает эйфория. Ну, каждый взрослый человек понимает, что нам дано ровно всего по-ровому. Как процессов возбуждения, так и торможения. Как радости, так и печали. Если мы сегодня искусственно вызвали какую-то радость, то завтра нам будет дано ровно столько же печали. Завтра будет головная боль, завтра будет депрессия, завтра будет... Вот если наркоманы, которые употребляют кокаин, они во время опьянения ощущают себя богатыми и власть имущими, то когда они в абстиненции, называется ангидония, они сидят как куст в горшке, цветок. Вот он не может ни от чего получить удовольствие. Вот ни от чего. Вот, например, было жарко, подул ветерок, мы получаем удовольствие. У нас от этого не может. Села муха и неприятно. Улетело удовольствие. У нас от этого не получает удовольствие. Исчерпаны механизмы. Настолько, что удовольствие человек ни от чего не получает. Так и алкоголь. За все надо расплачиваться. Сегодня центр удовольствия напрягся, выбросил все, что мог, выработал, пострадали клетки, все там разрушилось, катастрофа там и ужас, а завтра начинается расплата. Я просто еще хочу сказать, тут прозвучало, что там центр удовольствия, и люди стараются как бы депрессию лечить или выйти из депрессии с помощью алкоголя. И это самая большая ошибка. По своим фармакологическим свойствам алкоголь является депрессантом. Он вызывает депрессию. Просто механизм настолько завуалирован, что чтобы вызвать депрессию, сначала надо напряжение вызвать в центре удовольствия. Какое-то количество положительных вот этих вот веществ выделилось, а потом, поскольку он истощился, начинается глубокая депрессия. Почему? И зависимость неизлечимая. Эту депрессию мы лечим уже антидепрессантами. Поэтому никогда нельзя, там говорят, похорон или какое-то там, не дай бог, несчастье, вот выпив. Можно алкоголь вот сиюминутно поможет, ну может быть на час, на два. А дальше только вредное действие. Нельзя прибегать к этому. У алкоголя есть такие положительные свойства. Он может, вот если человек пришел с мороза, ему грозит отморожение. Кроме того, что его там в ванную в теплу, ему можно дать алкоголя для того, чтобы сосуды расширились, и эти ткани спасти отмороженные. Вот, и еще есть люди, которые истощенные, выходят из тяжелых заболеваний и никак не могут там набрать вес. Можно красного вина немножко давать для аппетита, для того, чтобы тонус поднять. А, такое, значит, на красной водопе, да? Вы благополучно себя чувствуете без вина. Скажите, пожалуйста, вот об этом сказать. Вот я знаю, например, знакомого у меня, ну в общем не будем говорить, человек, который употребляет, вот как вы сказали, чуть-чуть, тонус в обед употребляет 25-50 грамм крепкого алкоголя, либо коньяк, либо водку. Называя это для тонизации организма. Можно ли это делать или нет? Ну, понимаете, значит, какой-то тонуса не хватает. Человеку чего-то не хватает. Почему депрессантам надо эту тонизацию? Постоянная, неважно в каких количествах, а главное кратность, постоянное, вот там, периодичное поступление алкоголя в организм все равно вызовет привычку. Да, мне кажется, это уже привычка. Может, вначале это была какая-то тонизация, а потом это уже привычка. Хочется, не хочется, все равно заобедом. Он же коварный, он все равно к себе приучает. Так, время передачи, к сожалению, потихонечку подходит к концу. Вот у меня следующая песня была, хотел я поставить ее, Григория Лепса, «Рюмка водки на столе». Но раз у нас сегодня хотелось бы подвести вопрос, задать после нее таков, ну, уже ставить ее не будем. А вот хочется спросить. Но, тем не менее, как ни крути, максимальная волна вот будет после живой темы. Люди поздравляют друг друга, себя, и, естественно, всегда что-то стоит на столе. Кстати, эту песенку тоже достаточно честно заказывают. А что бы Вы посоветовали тогда нашему современному обществу делать и как отмечать безалкогольный день рождения? Многие просто не могут этого понять. Что же делать тогда людям? Чем заниматься? Вообще, вот... Как получать этот центр удовольствия, мы уже привыкли. У нас есть главный психотерапевт области, Михаил Ефимович Литвак. У него есть очень хорошие, интересные книги для широкого читателя. Как узнать и изменить судьбу? Ну, вот в таком плане, если их читать, там вот как раз про психологические роли эти много интересного. То есть человек занимается с людьми, и они меняют свою судьбу, уходят от своих проблем. Так вот, когда с ним общаешься, он говорит, что не нужно ходить на... То есть он призывает к тому, что каждую минуту, которая тебе дана, надо творчески использовать для собственного роста. Роста духовного, нравственного, в работе, в семье, в росте вместе со своими детьми. То есть использовать продуктивное. Он говорит, зачем вы ходите на день рождения? Мы говорим, ну как? Надо поздравить друга. Как? Надо пообщаться с друзьями. Он говорит, расскажите, вот вы идете сейчас на день рождения, вы уже представляете, что там будет? 90% знают, кто придет, кто не придет. Там подарят, те не подарят. Что будут говорить, будут пить, будут тосты. Кто с кем поругается, у кого будет тошнота и рвота. Кто кого приревнует. И что, говорит, вы 4 или 5 часов убиваете на вот это ненужное времяпрепровождение, когда можно было читать, смотреть... Не, ну мы называем это веселым общением. Все-таки порой нам не хватает в нашем суток. Можно же общаться на стадионе, где-то же вот там же, в этом же помещении, но без алкоголя. Почему же? Неужели все такие депрессивные, что они не могут пошутить и что-то интересное придумать? Можем. Можем. Так вот давайте и будем им говорить, поверьте в себя, вы можете. Вы можете быть умными, здоровыми, счастливыми и веселыми. Только поверьте в себя и уберите эту дурную привычку заливать мозги вот этим C2H5OH. Но тем не менее, поговорили о крепких напитках, все равно хочется вспомнить о пиве. Как ни крути, пива стало много, живое пиво очень популярно. Да, да. Вот я даже вспомнил Мундиаль, прошедший чемпионат мира по футболу, который проходил в Бразилии. Официальный спонсор был одним из марок пива. И, собственно говоря, даже на стадионе в стаканчиках таких картонных люди, так скажем, заливались пивом. Вот оно, живое общение, стадион. То есть на футболе можно попивать пиво? Вы же ответили на свой вопрос. Почему этого пива так много? Люди, которые его производят в бешеных количествах, им нужно его сбыть. Поэтому, ну сейчас, слава богу, по телевидению отменили. Раньше были такие рекламы, что порядочные, деловые, а не только те, кто пьет пиво. 11 до 7, можно ночи. А, ну ночи. Все равно, молодежь как раз в это время смотрит телевидение. Ну да. Опять же, эти стадионы, опять эти фестивали, октябрь, фест, это же все люди, которые сверх доходы получают. Поэтому они так разумно, для того, чтобы набить свой карман, разумно все сделали. А мы мало того, что платим, мы еще и погибаем, мы еще болеем бычьим сердцем от 3-4 литров в сутки. Бычьи сердца, это ужас. Да, мы болеем такой же зависимостью, как и при водочном алкоголизме, при пивном алкоголизме, такая же точно зависимость развивается. Кроме того, там соли кобальта, которые поддерживают пену, они разрушают мышцу сердца. Кроме того, в пиве эстрогеноподобные вещества, женские половые гормоны, мужчины превращаются в женоподобных хлюпиков. Вот этого я никогда не слышал, кстати, почему-то. Да, вот почитайте, там это все есть. Обязательно теперь. И вот этот животик, эти увеличенные молочные железы, человек 2-3 года попьет пиво, и он превращается уже не в мускулистого такого мужчину с целью в жизни. Полным эстрогеном, да? Да, победителем. А вот он становится таким. И то есть, к сожалению, потребление пива это не только плохое поведение где-то на бульваре, это последствия очень серьезные. Поэтому люди зарабатывают, а мы как бы бежим на поводу. Все эти зарубежные компании продают пиво на территории нашей страны гораздо больше, чем в своих странах. Потому что там запрещено, там потребление отрегулировано, там продают только в металле, а у нас в пластике, что является вредным. Там активные радикалы при взаимодействии пива с пластиком развиваются. Поэтому... Зато по 100 рублей. Зато по 100. Отец Игорь, ну что ж, хочется от вас еще услышать пару слов. Большое спасибо вам вообще за то, что вы пришли. Хочется, конечно, пожелать вам развития всяких военно-патриотических клубов, побольше работы с молодежью. Ольга Константиновна, вам, конечно, побольше верных клиентов, но именно верных в том плане, чтобы верили действительно в медицину, в вас и в самих себя, в первую очередь. Ну и, отец Игорь, пару слов людям. Все-таки вчера был день трезвости. Как вы думаете, динамика когда-нибудь будет положительной? Лет через 15, если мы встретимся с вами в этой студии, мы будем чуточку по-другому говорить или нет? Как вы думаете? Я думаю, что обязательно будет. Потому что, если мы возьмемся так, живо за воспитание, вот сегодня Ольга Константиновна сказала о том, что надо поменять роли, да, когда выздоровление. Но мне кажется, надо, и когда родители воспитывают своих детей тоже, иногда становиться на место ребенка. Я вот, допустим, моей дочке вот скоро будет 5 лет, а она у меня моет полы, подметает. Она не лишена детских радостей, но занята трудом. Я к тому, что немножко строгости в воспитании детей, оно будет только полезно. И не забывать про молитву. Вот, если буквально одну минуту займу, у меня достаточно длительный период времени было общение с бывшим наркоманом. И я вот, мне было интересно, я уже будучи священником, ну, правда, там всего лишь полгода послужил, но вот мне было ужасно и интересно. Я его допытывал, ну, как вот все-таки, вот, как зависимость, вот, что вообще это из себя представляет. И он мне сказал такую вещь. Он говорит, молитва, она меня спасла. Вот есть православные центры реабилитации, да, наркозависимых. И там вот, кроме трудотерапии, там еще совершаются общие молебны, они молятся вместе со священником, наркоманом. Причем молятся и те, которые уже давно поступили, и только поступившие, которых уже ломает, которым плохо. Он говорит, вот, когда ты понимаешь, что тебя сейчас должно ломать, а во время молитвы тебе хорошо и тебя не ломает, ты начинаешь совсем по-другому относиться к Богу и чувствуешь, на самом деле, эту благодатную помощь. Поэтому вот я хотел бы пожелать, чтобы не пренебрегали все-таки таким лекарством, как молитва люди. Вера в себя самая главная, вера в Бога еще главнее. Разумный осознанный выбор трезвого образа жизни – это одна из основных задач, стоящих перед нами, перед нашим современным обществом, которые, собственно говоря, мы и составляем. Сегодня наше современное общество составляли отец Игоря Милея, благочины Матвея Курганского округа, Олега Константиновна Мукиенко, психиатр-нарколог. Большое спасибо вам, что вы пришли. Всего вам самого-самого хорошего. До скорых встреч. Спасибо вам за внимание. Ну, буквально через несколько минут максимальная волна. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...